Итак, сегодня очень необычная тема, она посвящена некоторым практическим рецептам, некоторым очень интересным традициям. Сегодня я буду вам все показывать и все рассказывать. Тема связана с профилактикой вирусов, простудных заболеваний, но не обычным способом профилактики, и даже не народным, а эзотерическим методом. Сегодня я хотела бы вспомнить эзотерические тексты, которые были продиктованы вознесенными владыками своим ученикам, которые были опубликованы. В принципе, они всегда доступны, но не каждый человек может взять из этих текстов то, что ему практически нужно. Я буду с вами разговаривать только о своем собственном опыте. Каким образом лично на мне и на здоровье моей семьи отражается использование вот этих древних эзотерических методов профилактики простудных заболеваний, и в том числе вирусных. Итак, что это за методы и что это за эзотерические тексты? Примерно в 1979-1980-х годах мне впервые в руки попали книги Агни-йоги, некоторые книги, которые тогда в России были запрещены. И это был сам издат. Мои друзья и я с удовольствием их почитали, нам было очень интересно. И мы взяли очень много практических методов оттуда и немедленно стали их использовать на себе. К этим методам относятся следующие. Прежде всего, это три основных метода, о которых постоянно в Агни-йоге говорится. Это первый, это использование соды, второй, использование валерьяны, и третий, использование мускуса. Прошу прощения, сейчас уберу скайп. Итак, это три метода. Почему вознесенные в латыки постоянно о них говорят? И они постоянно рекомендуют всем ученикам, прежде всего, Элене и Вагни-йоге, использовать эти три метода, три средства природных. Это связано с тем, что вообще-то Агни-йога – это тексты, которые написала Елена Лерих под диктовку телепатическую вознесенных владык. И не только Махатма моря, но и другие вознесенные владыки, как нам сейчас известны их имена. Это Джоал Кул, это сам Майтрея, это Кудхуми. Они тоже периодически подключались и давали какие-то рецепты и какие-то тексты. Сама по себе жизнь Елены Ивановны, она представляла из себя эксперимент. Об этом Махатма моря, который чаще всего был с ней в контакте, говорил ей прямо, и он ничего не скрывал. Он говорил, что я буду использовать твою жизнь для эксперимента, и ты для этого сюда родилась. Потому что еще до того, как ты родилась, мы все обговорили, и ты приняла решение пойти на этот эксперимент. Эксперимент заключался в том, что во время своей жизни она должна была пройти некую трансформацию своего тела физического, как следствие того, что трансформация должна была происходить в ее энергетических центрах, в ее чакрах. Другими словами, энергия должна была из нижних чакр подняться в верхние чакры, и Елена Ивановна должна была пережить свою очередную трансформацию всего организма, которое в эзотерике называется энергетическое или эзотерическое посвящение. Эксперимент закончился удачно. В 1942 году ей удалось достигнуть своего четвертого уровня посвящения. Это очень высокий уровень архата. После него сразу следует вознесение. В той жизни Елена Ивановна вознесение еще не пережила. Итак, все проблемы со здоровьем у Елены Ивановны были связаны с ее трансформацией огненной. То есть она постоянно подвергалась стимуляции жизненной энергии, которую условно называют огни-энергией. Но она как один из видов жизненной энергии или жизненного огня. Она именно воздействует на ее центры. И вот Махатма Мория говорил ей, что у тебя будут симптомы, тебе будет тяжело на протяжении вот этого эксперимента. Но мы должны добиться успеха, чтобы показать людям, что это возможно. Основная симптоматика, которую ты будешь переживать, связана с зоной дыхательных путей, горлом. У тебя будет периодически воспаление горла, бронхиты всевозможные. И очень много симптоматики, связанной с верхней частью живота, солнечным сплетением, ну и сердцем. И как мы знаем по дневникам ее и ее врачей, именно эта симптоматика у нее и была очень активная. Поэтому Махатма Мория ей диктовал периодически, какие ей препараты природные можно использовать для того, чтобы облегчить ее страдания. Они были чудовищные, по нашим представлениям, совершенно невозможные. И также он ей постоянно давал рекомендации относительно еды, диеты. Когда у нее было очевидное воспаление, он ей говорил, какую можно еду есть. Например, переходить только на жидкую еду. Или только на растительно-молочную еду. Или только на вареную еду. То есть никаких четких рекомендаций относительно вегетарианства ей не предписывалось. И уж тем более сыроедение. Все, что связано было с едой, было связано только с ее состоянием. Кстати, это рекомендуется для всех людей, чтобы остановить фанатизм людей, становящихся на духовный путь. И чтобы мы с вами не следовали каким-то инструкциям, которые не связаны с нашим телом и с нашими потребностями, без нашего ума, без вмешательства нашего разума и воли. Все должно быть очень адекватно. Итак, из всех остальных препаратов, о которых я могу много рассказывать, и, видимо, мы будем поговорить об этом в следующей нашей встрече, если у вас будет интерес, и вы мне про это напишите. Из всех этих препаратов сегодня я хотела бы затронуть только один, а именно соду. Итак, что мы видим в текстах, которые касаются примерно 30-х, 40-х, 50-х годов. Я вам даю сейчас здесь цитаты, ссылки, чтобы сразу было понятно, что мы имеем речь с эзотерическим подходом. Этот эзотерический подход не связан с коронавирусом, но косвенно с любым вирусом. И одновременно, даже в начале этой передачи, я хотела бы всем заявить, что если у вас в вашем организме возникают очень тяжелые симптомы простудного или неприятного характера, напоминающие на коронавирус, вам немедленно надо идти к врачу, делать анализ и принимать препараты, которые вам рекомендуют врачи. Врачей очень много, которые служат своим больным верой и правдой. Поэтому это обязательно. Но сегодняшняя тема касается, во-первых, попыток понять причины, почему дыхательная система так страдает у современного человечества. А во-вторых, чтобы рассказать о том, как действуют некоторые вещества, а именно сода, на человека в качестве профилактики вот этих состояний. Итак, в древности называли соду золой божественного огня. И поля отложений содовых назывались местами стана дев. Девы – это ангелы. Вы знаете, что сода, в принципе, находится везде на территории земного шара, практически в каждой стране. Она чрезвычайно проста в добывании и чрезвычайно дешево. Она доступна для людей всех финансовых уровней достатка. Итак, сода полезна, и смысл её близок – огню. Я ещё раз вспоминаю, что эксперимент Селена Рерих проходил с стимуляцией огнём её всех чакр. Сами содовые поля назывались пеплом великого пожара. В древности люди знали особенности соды, и поверхность земли покрыта содой на широкое употребление. Явление переполнения психической энергии вызывает многие симптомы в конечностях, в горле и в желудке. И сода полезна, чтобы вызывать это разряжение. Другими словами, во время эксперимента с Еленой Рерих огнём, который на западный манер переводится словосочетанием «психическая энергия», результатами вот этой стимуляции было накопление этой психической энергии или этого огня неравномерно по телу. И это вызывало симптомы, которые у обыкновенных людей ассоциируются, например, с простудой. Или с переохлаждением и так далее. Или с какими-то другими болезнями, знакомыми по нозологическим спискам у врачей. Итак, явление переполнения психической энергии вызывает многие симптомы в конечности, в горле, в желудке. А сода полезна, чтобы вызывать это разряжение. Вот этот момент очень важен. Переизбыток. У людей, которые становятся на духовный путь и очень рьяно и фанатично следуют каким-то духовным практикам, у них обычно это происходит негармонично. И где-то скапливается эта психическая энергия. Воспаление горловых связок. Так вот, тут дается рекомендация в одном из писем. У Бориса вот напряжение новой деятельности горлового центра. Внешне такое напряжение дает все симптомы горловых заболеваний. Но ничего серьезного не угрожает юноше. Только он должен применять указанные меры и полоскать как можно чаще связки. Полоскание простое. Соль очищенная. Сода. Одна-две капли мяты на стакан воды. Пол кофейной ложечки соли и такое же количество соды на стакан. Пропорции можно усилить. Главное, чтобы не раздражало. Почему здесь Елена Рерих пишет по поводу горлового центра? Потому что мы с вами живем в самой высокой точке перехода эры рыб на эру водолея. Она характеризуется тем, что у всего человечества активизируется горловая чакра. Уже рождаются сейчас люди, у которых более-менее она работает. Но нет еще людей, у которых она бы работала полностью. Поэтому она вызывает именно симптоматику. Вот это раскрытие горловой чакры, вишухи, вызывает у людей симптомы простудные. Итак, не забывайте значение соды. Не без причины ее называли пеплом божественного огня. Она принадлежит к тем широко даваемым лекарствам, которые посланы на потребу всего человечества. Кем посланы, это понятно. Следует помнить о соде не только в болезни, но и среди благополучия. Как профилактика. Как связь с огненными действиями. Она щит от тьмы разрушения. Но следует приучать тело к ней длительно. Каждый день нужно принимать ее с водой или молоком. Принимая ее, нужно как бы направлять ее в нервные центры. Так можно постепенно вводить иммунитет. Также сообщите о величайшей осторожности во всем, во всех случаях жизни, что всегда полезно. Сода есть предохранитель от многих заболеваний. Хорошо и детям давать соду в горячем молоке. По поводу молока. Действительно, горячее молоко представляет из себя самое лучшее, самое мощное и самое доступное средство, которое содержит в себе психическую энергию природного характера и которое не нуждается в ее обработке. То есть, если у вас есть знакомая корова, она здоровая, то ее парное молоко один стакан в день может восполнять всю жизненную энергию, психическую энергию, которая нужна человеку. Если ее подогреть, это молоко, и оно будет горячее, и еще добавить туда соды, то это идеальное средство, чтобы поддерживать иммунитет человека в таком, в нормальном состоянии, причем любого возраста. Проблема заключается в том, что мы не можем сейчас найти такую корову. Мы пользуемся молоком, купленным в магазине. Это молоко проходит обработку. В большинстве развитых, так называемых, развитых западных стран молоко облучают. Оно проходит через радиацию, благодаря чему молоко, которое в бутылках или в упаковке, оно не сворачивается очень долго, если вы с этим сталкивались. Поэтому вознесенные владыки говорят, что если вы не можете найти правильное сырое молоко, и чуть-чуть его подогреть, и пить соды, то пейте соду просто с горячей водой. Она должна быть достаточно горячей, но не доводить до кипения. Итак, Елена Рыльев пишет, «Меня спасает от напряжений и болей в солнечном сплетении, которые усиливаются с напряжением космических токов, особенно перед землетрясениями, ураганами и прочими взрывами. Иногда я принимаю соду до 4 чайных ложек в сутки». Далее. Особенно помогает сода при напряжении солнечного сплетения. Замечательно действует при всех простудах и напряжениях центров. И также при всех болях физическая работа должна быть оставлена. Обратите внимание на это. Когда есть недомогание или любого характера, физическая работа должна быть исключена. Мы про это часто забываем. «Лежать и лечиться» называется. Советуют вознесённые владыки принимать 2 раза в день соду. И это самое благодетельное средство предохраняет даже от рака. Но нужно приучить себя ежедневно принимать без пропусков. Особенно помогает при болях и движениях в солнечном сплетении, а также при ломоте и горении в горле горячее молоко или горячая вода с содой. Обычная пропорция такая. На стакан используется кофейная ложка. Итак, вот у меня сода. Я показываю, что мы берём на стакан кофейную ложку, которая является примерно третьей чайной ложки, которую мы обычно употребляем. Вот примерно такая пропорция. Я её пью на стакан горячей воды. приятной горячей, не доведённой до кипения. Итак, владыка советует приучиться принимать соду два раза в день. Это средство помогает даже от рака. И в некотором случае человека засыпают или натирают содой, если он болен раком. Сода входит как главный ингредиент в состав нашей крови. Тогда понятно её благодетельное действие. При огненных явлениях сода незаменима. От всяких воспалительных и простудных заболеваний, включая воспаление лёгких. Вот тут мы уже ближе подходим к коронавирусу. Если тяжёлые состояния, то ранее принимали в больших дозах чуть ли не по одной чайной ложке одна чайная ложка четыре раза в день на стакан горячей воды. Моя семья, пишет Елена Рерих, при всех простудах, особенно ларингите и крупозном кашле, употребляет горячее молоко с содой. На чашку молока мы кладём чайную ложку соды. Конечно, некоторые берут меньше. Причём, она пишет в одном из писем, что вот эту вот эту соду не нужно класть в воду. Её нужно просто взять в рот и запить горячей водой. Тогда ей легче выпивать. В древние времена сода считалась тушителем огня, воспламенений и сейчас современный медицинский мир в лице наиболее продвинутых представителей и пришёл к тому же заключению. Это текст 1937 года. Это средство нужно иметь в виду, особенно сейчас, когда отмечаются всевозможные необъяснимые воспламенения странные формы гриппа и так далее. То есть, в 1937 году Елена Рерих говорила о том, что появляются новые формы всевозможных ну, может быть, вирусов или каких-то других носителей заболеваний, которые воздействуют на дыхательную систему. Далее она пишет, в последней почте описывается следующий случай, когда молодой человек заболел лихорадкой с высокой температурой, она не снижалась два с половиной месяца. Были созваны все врачи, никто не смог помочь. Наконец, пригласили нашего друга, который знает про соду. И он понял, что это была просто форма воспламенения нервных центров у этого человека. Он проходил длительную трансформацию. Он назначил ему соду с молоком, валерьяным и немного москуса. Это все три вещества природные, которые содержат психическую энергию в хорошо усвояемом варианте для тела. Через пять дней у него температура спала и больной поправился. Далее пишет тоже в 1937 году сода способствует обмену веществ и усиливает работоспособность. Поэтому вся германская армия откармливается содой. 1937 год. А руководство Германии в то время очень увлекалось эзотерикой. И, конечно, они знали эти методы. В 1945 году сода уменьшает кислотность в желудке, способствует действию кишечнику, незаменима при возгораниях нервных центров, которые часто дают признаки простуды. Сода также весьма полезна при усталости. На личном опыте знаю, как усталость исчезает после приема соды. кишечнику. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok